Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня тема хорошая, интересная. Бывает такое, что с человеком разругался из-за недопонимания. И даже в итоге, когда уже все прошло, когда люди перестали уже общаться, когда вроде бы все уже абсолютно расклеилось, вы начинаете думать, из-за чего, собственно, все произошло. И могли ли быть какие-то факторы, кто или что вас рассорило, почему так произошло? Возможно, это были бытовые причины, возможно, это были какие-то психологические причины, всякое бывает. Ну, а может быть, здесь была и магия. Поэтому мы посмотрим еще и касаемо магии. Давайте тоже сделаем диагностику, раз уже об этом началась речь. Поэтому будем смотреть и магию, и быт. Почему получилось так, что поссорились с человеком? Была ли здесь реально магия или чья-то зависть и так далее? И что вообще со всей этой красотой теперь делать? Давайте сделаем так. Будет у нас 4 варианта, как вы уже догадались, по количеству фруктиков, я так думаю. И вы можете загадывать либо по порядку выкладки вариантов, либо вы можете загадывать по фруктику, либо вы можете загадывать по порядку открытия карт мною. Поэтому начинаем. Первая позиция. Вторая. Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад, индивидуальную консультацию, в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылочка на видеоролик, где подробно и с уважением к вам объясняется, рассказывается, как вы можете получить индивидуальную консультацию для себя любимого на отношения, диагностики магического негатива и так далее. Любая тема. Так, позиция первая. Это у нас яблоко сегодня. Позиция вторая. Атомная клубника. Она любит вторую позицию. Очень часто на нее выпадает третья позиция. Ананас. Удивить ли он нас? И наш замечательный зеленый виноград. Ну и, конечно, с нами сегодня дракончики. Давайте посмотрим, что у нас по позиции номер... Номер 3. Ананас не в рифму, зато правда. Давайте посмотрим, была ли здесь магия. Ну, вы знаете, здесь вот именно, даже если магия была на какие-то другие, например, сферы жизни, то в этой сфере, именно что касается ссоры вашей с задуманным человеком, магии не было. То есть здесь у нас причины ложатся бытового характера. И просто вот так взять и списать все на магию не получится. Потому что очень часто бывает такое, что человек говорит, да, мы вообще ни в чем не виноваты. И я не виновата, и муж мой алкаш не виноват. Просто вот получилось так, что магия, поэтому никто не виноват. Это бабзина соседка взяла и навела какую-то там фигню через могильных червячков. Поэтому все бы хорошо, но не получится на это свалить. Именно по той причине, что нет магии, что было естественно, раз состоялась ссора. Возможно, у кого-то эта ссора вообще уже исчерпана на сегодняшний день. Вполне возможно. Потому что карта такая достаточно позитивненькая ложится. Знаете, вот ощущение, как будто бы все обнулилось. У кого-то были недопонимания из-за детей, из-за младших, из-за питомцев. Возможно, здесь, если была беременность, у кого-то женщина себя определенным образом вела имя Светлана. У кого-то здесь проигрывается. Ну, давайте посмотрим здесь внутренние факторы и внешние факторы того, что происходило. Ну, вот смотрите, просто человек как будто бы не давал себе каких-то вот, да, затруднений для того, чтобы переварить как-то свой внутренний мир внутри себя. Просто брал и вываливал наружу. Ощущение такое, что особо нет именно внутренних, глубинных факторов, потому что даже то, что было внутри, оно вывалилось, очень активно стало проявляться именно снаружи. А по поводу внешних факторов, вот здесь может быть столкновение двух интересов, то есть оно рвалось изнутри наружу, но при этом было давление, когда говорили, тебе так вести себя нельзя. Это неправильно. Ты делаешь не так, как надо было бы делать в этой ситуации. Соблюдай правила приличия, соблюдай там еще что-то. То есть вот здесь очень активное могло быть вмешательство в том плане, что, видите как, окружающие люди или окружающая просто ситуация давила на то, что вы должны вести себя определенным образом. Либо вы пытались призвать вашего оппонента соблюдать правила приличия, не ковыряяся в носу, сидя, например, в театре, в портыре, на концерте. То есть здесь вы говорили о том, что нельзя делать, человеку было на это наплевать. Либо вы пытались как-то выразить себя, а вас общество пыталось утрамбовать и заставить вести себя в соответствии с некоторыми стереотипами. Для кого-то это мог быть фактор как реально женщина. Женщина знака земли или огненного знака. Скорее всего вашего возраста или старше. Она будет у кого-то имя Мария, будет прорабатываться и Марина имена. И здесь такая, кстати, еще позиция Юлия опять же имя всплыла. Ну вот так вот. Здесь такая позиция, которая говорит о том, что возможно еще не только само такое общественное обсуждение и осуждение в общем, сколько вмешательства конкретно взятого человека, о котором шла речь. Давайте посмотрим перспективы на ближайшие пару месяцев этой ситуации. Ну вы знаете, здесь либо вы уже договорились, либо есть шансы к тому, что вы договоритесь. Конечно, не без каких-то подколов. Может быть ситуация, когда ну и поэмоционируете, кто-то поплачет, кто-то выскажет. Скажем так, знаете, вот иногда надо проораться людям и бывает такое, что друг на друга вывалили вот эту всю прелесть, которая скопилась внутри, но зато потом пошел диалог в более спокойных тонах. Здесь именно история такова, что человеку нужно сперва выплеснуть из себя вот то, что есть, а потом уже на базе, когда давление спало, да, вот скороварка спустила, там определенный пар, который распирал ее, вот потом уже можно крышку открывать, потом уже можно как-то разговаривать. В любом случае, если у вас стоял вопрос о договоренностях, о купле-продаже какой-то, то все перспективы положительного решения по этому вопросу у вас есть. Ну, с чем нельзя не поздравить, конечно. Давайте вам предостережение и совет. Ну, вот смотрите, не считайте, что это все, что это уже конец, что этому человеку нельзя доверять, что он говно и так далее, только вы один хороший в этой ситуации. Бывает такое, что человек вроде бы даже на вид какой-то несерьезный или который не производит впечатления, да, вот такой серьезности, как хотелось бы, оно обманчиво, потому что человек может быть достаточно легким на подъем, он может шутить как-то скабрезно, он может не совсем оптимистично, да, вот выражаться или позволять себе что-то в разговоре лишнее, но при этом глубина его гораздо больше, чем он показывает, поэтому здесь карты не рекомендуют добивать эту ссору до победного конца и не рекомендуют просто повырывать друг другу все, что попалось под руку. Здесь больше карты говорят о том, что учитесь доверять либо поверьте информации женщины, женщина знака воды или воздуха, капризная, эмоциональная, но она при этой эмоциональности может как раз таким интуитивно очень хорошо чувствовать, что происходит с тем или иным человеком. И вот она может сказать вам какие-то особенные слова, у кого-то имя Жанна здесь прорабатывается, которые будут четко отражать вот эту действительность. И карты говорят, что нужно подойти здесь к вопросам доверия, подумать, готовы ли вы, способны ли вы доверять в этой ситуации. И если способны, то сохранять дружеские связи, родственные связи, связи с теми людьми, душевно, которые вам близки. То есть раскидываться этими людьми, рвать отношения на сегодняшний день, по крайней мере, в ближайшие пару месяцев. Это не то, что вам нужно в этой ситуации. Для тех, кто выбрал позицию номер 4, виноград, давайте посмотрим, что у нас тут. Ну, вы знаете, здесь нет магического вмешательства, только если были, например, откаты, только если были какие-то ритуалы воздаяния, возмездия, только так. Потому что, по сути своей, вот в том, что происходит, здесь именно магия, которая была бы порчального характера, магия, ее нет. Могли, кстати, пытаться вам поставить крадник. Вот такой момент здесь есть. Но вопрос такой, что если на вас стояла хорошая защита, крадник не лег и могло ударить самого противника, после чего он начал опасаться и вот так, знаете, ходить кругами вокруг вас, нарезать круги, не решаясь напрямую какое-то боестолкновение, будем так говорить. То есть могут быть именно окольные пути, может быть ситуация, в которой есть зависть, есть ревность, собственно, и не пропало еще желание отомстить. Может быть у вас это желание еще сохраняется, может быть у вашего оппонента, но здесь вопрос не окончен. То есть здесь еще будет ситуация, когда человек хочет отомстить, но пока еще боится и действительно будет соображать, кумекать, каким образом сделать это правильно. То есть так сделать, чтобы вас это достало, так сделать, чтобы вас зацепить вот этим вот моментом. Поэтому здесь будьте осторожнее в этом ключе, будьте аккуратнее. Давайте посмотрим здесь внутренние факторы, внешние факторы. Ну, могу сказать так, внешние факторы слишком много юления, слишком много подковерных войн каких-то. Есть ложь, дезинформация, то есть люди говорят не ту информацию, которая должна бы здесь быть. По сути своей, внутри у вас достаточно хорошая уравновешенность. И здесь я могу сказать так, что оба в этой заварушке друг друга стоят. То есть кто-то один жертва, такой вот ангел, бабочка с белыми крыльями, а другой просто тиран, ужасное чудовище, там какой-то дракон, монстр, который сжигает этой бабочке крылья. Нет, здесь оба человека, может быть, это две бабочки такие столкнулись, может быть, это два дракона, но это реально люди, которые могут одинаково больно друг друга ударить. Поэтому, ну уж одинаково или нет, ну, по крайней мере, один человек может дать другому отпор. Человек или организация, сторона одна, стороне два, скажем так. Но много лжи, еще раз повторюсь, есть ложная информация, которая накапливается, которую навязывают, особенно финансового характера, есть вмешательство еще людей здесь, причем активным таким вот подначивателем может выступать женщина, знака земли или огненного знака, жесткая такая вот, требующая, как бензопила, дружба, запиливающая все по правилам. А второй, знака земли или огненного знака, мужчина старше 40-55 лет, где-то вот так здесь в зависимости от вашей ситуации. И они, как будто бы звезды этой ситуации, они добиваются справедливости. То есть могут здесь либо сами разворачивать действия, у кого-то Коля, у кого-то Жанна опять пришло имя. Здесь смотрите, какая история. Люди могут говорить о том, что да, он был неправ, и мы будем добиваться того, чтобы справедливость вас торжествовала. То есть здесь будет вот такое вот мужское-женское, такое столкновение. Давайте посмотрим перспективы на пару месяцев. Ну, вы знаете, будет какое-то решение, причем взвешенное, решение умное в том, что происходит. Возможно, оно принесет ущерб и урон и вам, и тому человеку, с которым вы сталкиваетесь. Но здесь будьте готовы к тому, что человек первый может пойти из зависти, из ревности, из обуявшего, вот знаете, когда бывает на кураже на таком конфликт, продолжается. И вот у человека горящие глаза в тот момент, когда он кидается на вас морально или физически, здесь в зависимости от того, какая ситуация. Но, я вам могу сказать, накопилось так, что в ближайшие пару месяцев реально может выстрелить вся эта ситуация и будет большой бум. Но, к счастью, здесь ложатся сразу позитивные карты после того, как человек увидит вот эти изменения, после того, как человек увидит, что вы достаточно потеряли, он в состоянии остановиться. То есть, это не тот человек, который до бесконечности, там, до гробовой доски будет мстить. Здесь, скорее всего, будет решение, причем решение очень жесткое. Если были юридические какие-то разбирательства между вами, они продолжатся, могут быть у вас такие столкновения друг с другом. Да, это вполне возможно. Ну и здесь, вот, карты говорят о том, что резервы и у вас, и у противника достаточно большие. И, попереживать, противник вас еще заставит. Есть перспективы потери, но они не сиюминутные. То есть, может быть, какое-то действие, результатом которого станут отсроченные потери. Вот так может быть. Так, чтобы вам выйти без потерь, максимально предостережение совет. Смотрите, не нужно погружаться в переживания, не нужно там сидеть, хвататься за сердце, пытаться свои переживания до кого-то донести. И здесь вот именно, и не ждите, кстати, ни от кого помощи, потому что третьи лица, возможно, сейчас испытывают сами достаточно серьезные проблемы. И, скорее всего, поддержать они вас смогут только добрым словом. Максимум, что могут сделать, и это будет актуально для тех, кто в юридической плоскости состязается, например, или ссора, вот это все проходит. Будет то, что могут помочь составить какие-то документы, какие-то заявления. Это действительно будет поддерживать вас, чтобы вы прошли вперед. Но вот именно какого-то вмешательства, прямо включая скандалы, разговоры совместные, вот этого ожидать, скорее всего, не стоит. Ну, и здесь вам совет, действуйте, действуйте и обнародуйте то, что скрыто, да, вот в нужный момент, то, что боялись раньше говорить. Может быть, это связано с прошлым, может быть, это связано с тем, что не помогли вам в свое время, да, когда болели и так далее, когда что-то происходило не очень хорошее в вашей жизни. То есть, карты говорят о том, что хочешь мира, готовься к войне, и здесь в вашей, в вашу пользу будет, да, вот вместо того, чтобы сидеть, убиваться в переживаниях своих, разработать какой-то план наступательных действий, эмоционального характера в адрес этого человека. Для тех, кто выбрал позицию номер, номер раз, волшебное яблоко наливное, ну, смотрите, здесь вот, кстати, по вашей позиции, да, могла быть магия, то есть, здесь могла быть в том числе рассорка, потому что вопрос именно стоит в том, что рассорило вас и человека. Но я вам скажу так, что были и справедливые какие-то такие причины, были причины объективного характера, то есть, магия могла явиться каким-то катализатором, который вот запустил как-то этот процесс, но моральные основания для того, чтобы так происходило, уже были. И, скорее всего, кто-то почувствовал в этой ситуации, что что-то теряет, что чего-то он лишается, чего-то ему придется отказаться. отказаться из-за того, что что-то уходит, решил, может быть, и не хотелось особой войны, но в том числе человек мог сделать магию. У кого-то здесь именно женщина, женщина такая, вы знаете, достаточно солидная женщина, возможно, с которой вы работали или с которой были общие дела. Вот здесь есть такой момент, когда да, здесь могло быть в том числе вмешательство магии в ту ссору, которая произошла. Ну, это опять же, магию досконально просматривать именно с вопросами, кто, когда, сколько это длится по времени и так далее. Вот чтобы вот эту информацию дать, нужно, естественно, рассматривать это все в индивидуальном раскладе уже. Ну, можете в пункте 3 прикрепленного комментария почитать, посмотреть, как вы можете получить индивидуальную консультацию. Поэтому здесь, ну, знаете, какая-то закономерность, закономерность, которая явилась основой для того, чтобы, то есть магия по сути своей здесь только проявила уже существующую проблему. Но вполне вероятно было и магическое воздействие, из-за чего все и понеслось между вами. Внутренние и внешние причины. Ну, вот смотрите, возможно, слишком долго затянулся процесс. Цифра 8 здесь может выходить, 7-8, да, вот здесь вот карты определенные ложатся. И карты говорили о том, что может быть реально внутренне вы были достаточно сильны, чтобы не допустить вот этого конфуза, который произошел. вполне возможно в этой ситуации, которая происходила, вы имели свои принципы непоколебимые, которые вы продолжали бы соблюдать. И возможно, это явилось определенной причиной. То есть называется, я Машу уговорить на какую-то фигню не смог. Поэтому придется заставлять, да, вот сделать именно так, продать там что-то, купить, сделать, сказать что-то именно так, как я хочу. Но не получилось, да, вот заставлять. И внешние факторы, знаете, здесь слишком большая пассивность окружающих, общества, людей, которые тоже были включены в эту ситуацию. То есть все молчали и смотрели, как вы начинаете дуться, 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 раздуваться, как мышь на крупу в адрес друг друга. И из-за этого, вот из-за того, что это затянулось, не было какого-то, знаете, когда шарик надувается, 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 и не стравливается никуда воздух, в конечном итоге шарик лопается. И вот здесь то самое и получилось. Здесь просто лопнул шарик, когда слишком долго не было никакого вмешательства, которое могло в зачатке остановить это. То есть, когда подходит тесто, мы его месим, и оно опадает, да, на какой-то момент. А здесь тесто бесконтрольно просто вылезло из кастрюли и потекло по стенкам, полезло, поползло. Перспективы на пару месяцев, ну, вы знаете, вы можете победить соперника, если будут большие, то есть, если вы не боитесь в разрушение того, что сделал соперник, вложить финансы, и финансы достаточно большие. Плюс ко всему финансы могут быть вложенными в магию. То есть, здесь такая может быть история, когда вас ударили магией, а вы должны своей магией это убрать. То есть, здесь и чистки могут быть, и откаты, и воздаяние, и все, что угодно. Но в данном случае у вас хорошие перспективы победы, если вы поступите именно правильно. Ну, а как правильно, как неправильно, давайте смотреть. Предостережение и совет. Не ругайтесь в открытую, то есть, вот просто идти с вилами на танк, врезаться лоб в лоб, и как два барана стоять на узеньком мосточке, смысла никакого нет. Потому что здесь вот именно какие-то открыто агрессивные действия с вашей стороны, они не дадут вам того результата, который хотелось бы получить для того, чтобы это была победа. Даже если это рабочая, вот какая-то история. здесь как раз таки та ситуация, когда вам надо показывать своим профессионализмом, чего вы стоите. То есть, если с вами приходит и какая-то девочка из соседнего отдела ругается, вам не надо ей отвечать, вам нужно просто сделать свою работу так, чтобы утереть ей нос и заткнуть ее этим. точно так же в семейных конфликтах, когда вот именно должна быть проработка конфликта внутренней, а не просто вопли, ругательства какие-то, а изучение на эту тему информации. То есть, как обычно происходит, когда люди сталкиваются с подобного рода ситуациями. Здесь надо прорабатывать, а не бросаться с вилами на танк, потому что ничего хорошего не выйдет. И вы сильный, и противник силен, и у вас есть все шансы победить, но если подойти с точки зрения мудрости к тому, что происходит. Кстати, кому-то надо книгу прочитать, кто-то собирался читать книгу и не дочитал. Любовь имя выходит. Ну, конечно, у нас позиция. Первое, второе, третье. Компот, компот клубничный. Ну, и смотрите, здесь в чистом виде фатум. То есть, сказать, что здесь даже нет никакой вообще роли, не играет, нет никакого значения. Никакой важности в том, была ли магия, не было ли магии. Все было решено заранее. То есть, здесь была фатальная ситуация. Иногда говорят о том, что, а вот если бы я сделала вот по-другому бы, а если бы я к нему поехала, а если бы я с мамой поговорила, а если бы вот так и вот так произошло. Неа. То есть, что бы вы ни делали в этой ситуации, было, ну, по крайней мере, складывается такое ощущение, может быть, это не только вам нужно было испытать, может быть, это оппоненту нужно было испытать, но здесь именно такая история, что ваше поведение, ваш шаг влево, шаг вправо, ничего не дал бы. То есть, здесь вот как раз-таки та история, была бы магией или не было бы ее, не имела бы значения. Да. То есть, здесь могли слиться воедино и магического характера, и немагического характера, вообще не показывает магию особо. то есть, здесь больше какие-то кармические явления, причинно-следственные связи и наказание божественное или урок божественный какой-то. То есть, здесь больше, чем вы можете изменить. То, что выше нас, то, что сильнее. Вот бывает такое, что люди поругались, они даже не понимают, в конечном итоге, из-за чего они поругались, но последствия налицо, и ситуация серьезная и масштабная. Поэтому здесь, да, здесь все серьезно, и здесь что бы вы ни делали, мы посмотрим, конечно, внутренние и внешние причины. Но вот ощущение такое, что это было проведение какое-то, у которого было свое мнение, и избежать вот этого формата было нельзя. Внутренняя и внешняя причина. Ну, смотрите, внутренние, здесь нет внутренней причины. Есть ли финансовый вопрос, да, и если вы мужчина старше 40 лет, знака земли или огненного знака, то это та информация, которую вы получили, но она не повлияла, да, вот особо на то, что произошло. То есть здесь ситуация стабильная, внутренне. А вот внешние действия, здесь в том числе, еще раз повторюсь, что магия могла быть, как будто бы, знаете, орудием в руках судьбы. То есть здесь не в том проблема, что люди решили попортить вас и сделали как-то, а вопрос в том, что для того, чтобы это имело какое-то объяснение, могла вмешаться и магия. Но здесь решение свыше. Есть магические карты, есть те карты, которые указывают на магическую работу, но эта работа в данном случае как будто бы следствие того, что получалось, внешние движения. Давайте перспективы на пару-тройку, даже месяцев посмотрим, потому что по этой позиции, мне кажется, месяц-два мало будет. Правда, всплывет на поверхность, придет какая-то информация, информация такая вот достаточно серьезная о том, что происходит. Будет новый шанс и новая возможность. Кстати, могут прийти очень неплохие деньги. Вот будет казаться, да ну, если бы у меня была такая сумма, я вообще бы никогда бы не работал, там, да, или просто как-то человек оценивал эту сумму слишком позитивно. А потом, когда она приходит, вдруг получается, что ну вот сюда-сюда рассовали и все, и как бы деньги закончились. Но карты говорят о том, что если вы заслуженно должны получить какие-то деньги, вы их получите, но вы их сразу потратите. Хотя решение через тернии к звездам может чуть-чуть затянуться на больший срок. То есть здесь даже до полугода-года, а то и до года и четырех месяцев у кого-то такая история интересная. Но промежуточная победа какая-то, вот она будет за вами, промежуток какой-то. Давайте посмотрим предостережение и совет. Смотрите, ни о чем не договаривайтесь. То есть о чем вот все договоренности, опять же, они как будто бы получают уже определенное руководство, определенное решение свыше. И брать на себя ответственность за то, что уже предусмотрено высшими силами, смысла никакого нет. И эмоционировать, там убиваться, смотреть на прошлое, ну ведь так же было все хорошо, но что же это за ёбр-эсэ-э-тэ. Нет никакого смысла это делать. И пытаться найти логическое объяснение. Знаете, честно сказать, иногда просто не надо этого делать. Бывает такая ситуация, что мы пытаемся объяснить, мы пытаемся сделать какие-то выводы. Говорят, ну вот Игорь так сказал, поэтому я вот так вот ответила, а вот Маша мне вот это сказала. Не надо, потому что вы можете для себя лично найти какое-то объяснение, которое будет выглядеть правдоподобно, но на самом деле здесь настолько мощное вмешательство извне, причем высших сил, не просто людей каких-то извне. Что у карты говорят? Тренируйте в себе иронию. Иногда бывает нужно поржать даже в самой грустной ситуации. Учитесь, работайте в этой плоскости, почерпывайте информацию и душевный настрой у тех, кто вас окружает. Вот бывает, знаете как, бывает встречается какой-то человек, который мыслит по-особенному, который, будем так говорить, нестандартен в своем размышлении, в своем проявлении своего разума. Иногда нужно прислушаться. И иногда вот из того, что вы услышали без относительно там ярых каких-то советов по вашей ситуации, может дать вам понимание, как жить дальше, как двигаться. Но вот эта позиция одна из самых серьезных, и здесь даже могут мировые процессы по ней проходить, всем известные на сегодняшний день. Затянется на более долгое время, чем предполагалось. Будет новое начало, новый всплеск какой-то вот того конфликта, который вы загадываете. И я вам скажу так, здесь и страх, и накопление какое-то, но для вас, для вас, здесь та ситуация, когда иногда через боль, и боль жуткую, когда человек говорит, ну как я могу над этим смеяться, я не могу смеяться в этой обстановке. А тебе скажут, не-не, можешь, можешь. Для кого-то имя Иван здесь вот актуально. Может говориться о том, хочешь, не хочешь, а хочешь. Юмор наше все, и хочешь ты или нет, будешь ты там дуться, переживать, нервничать на эту тему или нет. А ты, мы заставим тебя улыбаться, мы заставим тебя смеяться, даже когда на глазах слезы. То есть здесь вот даже вплоть до такого вмешательства может быть. И это может очень серьезно проходить. Поэтому постарайтесь немножечко, да, вот, ну как-то что ли привести себя в чувство, постарайтесь немножечко дать себе возможность, да, вот иногда кажется, ну вроде некрасивая, если я сейчас заржу. А иногда надо просто посмеяться, поиронизировать, но при этом не унижая людей, не делая им больно, а просто делая смешно себе. Может быть, к вам присоединяться и посмеетесь вместе. Даже в самых печальных ситуациях. Потому что можно сказать, какое кощунство, говорить, когда там человек где-то в подвале сидит, да, но одно дело, допустим, сидеть в подвале, причитать, страдать и проклинать всех, а другое дело скооперироваться с теми людьми, которые есть, порассказывать анекдоты какие-то, посмеяться, да, будет так проходить время. И вам от этого будет легче. И то, что казалось кощунственным, оно будет действительно воспринято правильно и оно придаст жизненных сил. Поэтому я желаю жизненных сил. Я желаю не опускать руки, смотреть надеждой вперед, какой бы конфликт, какая бы ссора не случилась именно в вашей жизни. Это очень важно и очень нужно. Всем благополучия, удачи, до встречи. До свидания. Продолжение следует...